Моё увлечение это ОК. Можно заниматься садом, но сбежать из него в путешествие. Можно съесть чужого коня, но оседлать своего. Моё увлечение это ОК. Всем привет дорогие друзья. Очередной вопрос интересный от подписчика канала Иван Гринцевич. Кстати вопрос задан именно там, где я по сути то это и объяснял. Ну ладно, сейчас мы разберемся. Привет, подскажи пожалуйста, Mazda 626, GE 1996 года, 1.8 бензин, седан. Стоят родные диски, штамповка. 185 на 65 на 14. Можно ли ставить R15? Ну, причем здесь R у вас к дискам. R это радиальная шина. К дискам она отношения не имеет. Многие говорят, что если поставить на диаметр больше, то спидометр будет показывать неверные данные. Задняя подвеска будет часто ломаться. Это так или нет? Заранее большое огромное спасибо. Друзья мои, ну при чем здесь вообще диаметр диска до задней подвески? Конечно же, если вы поставите большущие диски и для того, чтобы наружный диаметр колеса у вас не изменился, вы поставите низкопрофильную резину, то повышенная нагрузка за счет ударов будет на вашу ходовую. У вас будет разбиваться вся ходовая. Но если вы, конечно, ездите где-то по супер шоссе, где нет ни камушков, ничего, у вас идеальный асфальт, тогда вообще никаких проблем. Можете кататься хоть на катке, как говорится, там уже не важно. Но с нашими условиями, я не знаю, конечно, где вы живете, тут такие ситуации, конечно, не очень удобные. Поэтому если вы, конечно, переходите с 14 на 15, это не такая большая разница в диаметре диска. Это в дюймах измеряется. То есть ваш диск был 14 дюймов в диаметре, а теперь стал, допустим, 15 на 1 дюйм. То есть на 2,5 сантиметра у вас, грубо говоря, получается больше по диаметру стал диск. Вы поставили больше по диаметру диск. Но саму шину вы подбираете по калькулятору, шинному калькулятору, который я уже приводил, уже показывал неоднократно, так, чтобы ваша шина была, соответственно, по высоте, как ваше родное колесо. Если вы подберете так, то ваш спидометр абсолютно будет также показывать. Но если вы подберете чуть больше, допустим, поставите колеса, ваш спидометр будет, конечно, показывать немного другую скорость. Но, друзья мои, Спидометр на автомобиле это неточный прибор Он и так вам показывает неправильную скорость Он всегда показывает завышенные показатели Так устроено специально Спидометры на автомобилях всегда показывают больше скорость, чем реальную А на автомобиле, которые продаются, допустим, с новья За дополнительную плату можно поставить, допустим, диски больше размера Колеса большего размера Да, действительно, это в допусках Вот, допустим, заходите в автосалон Renault И вам предлагают, говорят, если вы хотите с 15 дисками, то это стоит столько А если вы хотите с 16 дисками, то это стоит дополнительно доплатить, и вам поставим 16 диски. Это все в допусках, это все нормально, так что смело можете ставить. Но единственное, что без фанатизма, с размером колеса, конечно же, на это надо обращать основное внимание. И еще один момент, когда вы подбираете диски на свой автомобиль, то обязательно обращайте внимание на вылет колеса, вылет диска. Потому что разные диски имеют различный вылет. Вылет это относительно ступицы, насколько само колесо смещено, наружу или внутрь. Можно купить колеса, которые вы поставите на свой автомобиль, а они окажутся со смещением внутрь. И таким образом будет затирание о подкрылке. Вам же это не нужно, я думаю, нет. И сильно в ширину тоже нельзя, потому что иначе у вас могут даже за крылья цепляться колеса. Поэтому подбирайте без фанатизма. То есть ко всему должен быть грамотный подход. Надеюсь, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на этот канал в YouTube, а также на мой канал в DZEN. Вот QR-код, направьте камеру своего мобильного телефона на QR-код и перейдите по ссылочке и подпишитесь. А если вы смотрите меня с мобильного телефона, то под этим видео в описании также есть ссылочка в виде строки. На нее нажмите, вас перебросит на мой DZEN-канал. Обязательно подпишитесь на случай непредвиденной ситуации, чтобы мы всегда с вами оставались на связи. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DZEN-канал.